Музыка Практически у большинства профессии, вопросы, жизнь связана с негативом. Водитель ведет автобус тоже негатив. Он сколько раз в день подвергает опасности себя и те пассажиры, которые за его спиной. Поэтому избрать профессию, чтобы было очень приятно и хорошо, трудно. Но ваше особенно. Вы постоянно связаны с тем, что в обществе идет такая скрытая гражданская война. Когда она открытая, это страшно. У нас Кавказ, Югославия сегодня. Но без всякой войны. Люди каждый день нарушаются. Нарушают. И не зная об этом. Поэтому нам очень хотелось, чтобы вы помогали им это узнать. И сами лучше бы узнали. Каждый день и каждый час мы где-то что-то нарушаем. Желательно, чтобы вы изучали право, изучали нашу страну. И смысл ваш. Борьба с преступностью, но методом защиты. То есть вас ориентирует бороться. И вы как бы с самого начала ищите его. Где он преступник и скорее его сдержать. Скорее наручники, скорее протокол, скорее постановление. А если нужно остановиться, подумать. То есть здесь, возможно, мешают наши системы взаимоотношений, когда есть статистика. Статистика есть. То есть иногда определяют вашу работу по количеству сдержаний. Потому что известно, что совершаются правонарушения. А если вы не задерживаете, то вроде бы вы ничего не делаете. Я вот, в детстве задержали меня, ребёнка. Всю жизнь буду помнить. Ехал с кинотеатром с родителями. На остановке ребята со двора. Что-то смеются стоять. Я вышел, я встал. Ну, родители надоели, не уже. Что-нибудь с ребятами. Едет участковый на машине. А скамейка сломана на остановке. Останавливается. Что здесь ребята смеются? А бабка говорит, да вот хулиганы, скамейку поломали. Всё. Он берёт крайний. Крайний я оказался. И ведёт милицию. Всё. Ничего же не было. Но он ехал. Он объезжает в город. Что-то должно быть. Вот что-то стоят ребята, молодёжь, подростки, что-то там шумят. Три часа пролежали. Всё. За что? Просто так. Статистика. Вы, если сидите все, тяжело. Сто человек. Я один говорю. А когда компьютер, и у себя в комнатке, и смотришь весь мир. Нажимаешь любую кнопку. То есть величайшая свобода. Здесь всё-таки замкнутая пространство. Вы должны сидеть. Ваше руководство. Вы должны слушать меня. А вот самая высокая свобода, конечно, индивидуальная. На чём капитализм нас победил? Поскольку там человек. Гуляй. Делай всё, что хочешь. Делай всё, что хочешь. Ты свободен. А мы его как бы немножко загнали в общежитие, в казарму. Это надо. Потому что есть люди, которые должны пройти через армию. Но я имею в виду казарму в широком смысле. Когда слишком всё было общественное. В том числе даже личная жизнь. И человек не оставался самим по себе. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы будущее. Наши милиционеры. Или если применяют название полицейские. Были бы очень высокообразованы. Знания все нужны. А если вы столкнетесь с человеком. Вы должны понять, что он чудак в кармане лежит. Не пистолет лежит, а может быть там какой-то мини-компьютер. И вы сразу поймёте его социальную направленность. Что у него нет наркотиков. Что он не мог употреблять их. Что наверняка в этой пивнушке кто-то ему подсунул. Вы уже будете видеть. По лицу. Сейчас настолько наши учёные есть. Что по лицу человека определяют здоровье. Физическое и нравственное. Если полицейский, милиционер будет очень умный. То ему не надо очень долго следствие проводить. Вот так и должен быть полицейский, милиционер. Чтобы он 20 человек отправил в тюрьму. А 21-го наконец не довёл до тюрьмы. Научился понимать, что ты хуже делаешь. Когда неправильно задерживаешь. Или неправильно применяется мероприятие. Или физическое воздействие. И всё остальное. То есть опыт бывает отрицательный. Когда опытный врач. А 20 человек в морге у него. 21-го вылечил. Вот такой опыт, конечно, опасный. Поэтому нужно использовать опыт мировой. Чаще встречаться. Чаще слышать. Включать. Книга в руке хорошо. Книга когда в руке. Когда в руке какой-то элемент техники. Когда парень и девушка уткнулись в экран компьютера, телевизора. Просматривают всё. Наши передачи смотрите. Даже в воскресенье. Пол шестого. Тридцать первый канал. Вы здесь словите. Вот завтра. В семи разном встрече с молодёжью. Будет показана встреча со студентами открытого университета. Вы должны всё знать. Всё уметь. Потому что у вас будут встречаться люди. Самых разной политической ориентации. И намного сложнее. Самая разная социальная ориентация. Вы должны хорошо знать этнографию. Прекрасно понимать откуда могут идти наркотики. Это самое страшное. 21 век – это век компьютеров и наркотиков. Никого уже не будет, говорится, снимать пальто или галоши или велосипед. Это в основном самое доходное. И это у нас рядом с вами. Вся Средняя Азия, Афганистан – это огромный очаг наркотиков. Поэтому нужно использовать опыт мировой. Работа депутатов. В основном работа юридическая. Часть государственного корпуса – это бывшие сотрудники внутренних дел, прокуратуры, армии. Поэтому здесь у нас самое нежное внимание ко всем, кто в погонах. А милиция, поскольку она каждый день, каждый час с нами. Насилием подавлять насилие. Чем вы будете сильнее, здоровее, мужественнее, смелее, тем меньше у преступников будет соблазна воспользоваться слабостью какого-то гражданина. И вы его сможете вовремя защитить, спасти его, возможно, даже от гибели. Это ваш вклад в развитие государства и общества. Какой-то человек на гражданке, может быть, лет через 40, компенсирует те потери, которые на общество наносит. А вы одним своим действием можете спасти и конструктора, и министра, и врача, и человека, от действий которого зависит жизнь сотен, тысяч, а может быть, даже миллионов. Одним своим действием – ваша защитность. Потому что вы здесь, внутри страны. Армия обычно действует за пределами, враг внешний. А вот вы спасаете честную граждану России от посягательства. Газета «Президент» аппликовала концепцию развития России. Идеология и программа преодоления кризиса и перспективы дальнейшего развития. И дальше написано, что она утверждена указом президента. Что ниже следуют основные концептуальные положения программы преодоления кризиса и идеологии дальнейшего развития страны перед вами. То есть, любой грамотный человек скажет – это позиция президента России. Раз он эту концепцию утвердил. Сегодня представитель президента говорит – да, такая газета была, сейчас мы её закрыли. Главный редактор убрали его, Шимаев Лев. Он отсидел в своё время 20 лет за убийство. Был доверенным лицом президента России. Вы понимаете, какие доверенные лица у президента России Ельцина. Но, два варианта. Или Ельцин действительно утвердил новую концепцию, и её скрывают от страны, убрав редакцию, убрав редактора, и отмежевываясь от неё, заявляя, что дальше идёт – это позиция редакции. А президент, мол, ни при чём. Но тут из текста не следует, что это позиция редакции. Даже если это позиция редакции, то эту газету издаёт фонд поддержки первого президента России, получающий деньги на издание газеты от администрации президента. В любом случае, администрация президента имеет прямое отношение к этому документу. Он вышел в газете 23-29 апреля. Последние недели апреля вышла газета. Сегодня Котенков так разозлился, что порвал. Мы что сделали? У нас же нет столько газет. Мы взяли и на компьютере во фракции набрали этот текст. На компьютере. Чтобы было легко читать. Ну, мы же не можем 450 газет. Где мы их возьмём? Сверокопия газет. Вот она. Мы отсюда на компьютере набрали. А он берёт и рвёт. Это, говорит, фальшивка. А это, говорит, да. Это, мол, было так. Но это позиция редакции, а не президента. Значит, представитель президента в Государственной Думе сам рвёт программу выхода из кризиса, утверждённую президентом страны. В чём здесь, так сказать, проблемы? Президент страны признал, что формула экономики и демократии насильственно навязанной России западом провалилась. Дал негативную оценку группе реформаторов. Гайдар, Старовойтова, Явлинский. Ну, вся эта команда известная. Дал негативную оценку от того, что мы отказались от опыта Российской империи и Советского Союза. Особенно советский период. Планирование. Весь мир перешёл к планированию. Использует планирование. Мы имели большие достижения. Мы сидим в здании Госплана, кстати. Ошибка в том, что были проигнорированы интересы русского народа, как скетообразующего народа. Сделан перекос в пользу нацменьшинств, которые ничего тоже не выиграли от этого. Что устарело деление страны по национально-территориальному признаку. Что необходимо создать 12-13 крупных экономических регионов. Что совнархозы при Крущёве имели большие плюсы. Что они были разогнаны не потому, что они себя не оправдали. Был рост 8-10%. А потому что партийная верхушка поняла, что если вниз отдать власть, то партия теряет политическую власть. То есть совнархозы это была региональная власть. И верхушка в Москве теряла рычаги воздействия. То есть при Крущёве совнархозы были правильно созданы по территориальному признаку. Но эта реформа захлебнулась. Её захлебнула партийная верхушка. Та самая, которая потом стала проводить эти радикальные реформы. Реформа Косыгина, 1965 год, то же самое. Дали больше права предприятиям. И увидели, что райкомы и парткомы на предприятиях не нужны. То есть Ельцин в этом документе даёт правильную оценку прошлого. Правильный диагноз настоящему. И правильные пути выхода из кризиса на будущее. Мы рады этой программе. Но если это была фальшивка для того, чтобы сагитировать лишнее количество людей на выборах. И это было в апреле, за два месяца до голосования. Тогда это тоже преступление. Значит два преступления. Или утверждённая концепция не выполняется. Её саботируют чиновники. Как это делали при Хрущёве, когда совнархозы якобы не прижились. Или реформу Косыгина якобы она не пошла. На самом деле это партийная бюрократия. Поняла, что теряет власть при любой реформе. Или эта фальшивка была сделана специально. Ельцин даже не знает о ней. Это могло быть. Но сделано, чтобы обмануть 100 миллионов избирателей. Которые решили, что Ельцин стал патриотом. Признал ошибки. И отказывается от продолжения радикальных реформ. То есть в любом случае совершено преступление. И наше предложение было простое. Создать комиссию Государственной Думы, чтобы она могла проанализировать. Кто такой документ подготовил. Кто финансировал. Кто издал. Если Ельцин утвердил этот документ реально. Почему он не выполняется чиновничным аппаратом. Виновен чиновничный аппарат. Если это была фальшивка. И президент не знает об этом. То выборы президента нужно признавать недействительными. Ибо миллионы людей были обмануты. Это оказалось не программа президента. Хотя газета прямо пишет, что это программа президента Ельцина. Это его газета. Это администрация президента финансирует. Котенков не выдержал. Впервые за время пребывания в Госдуме. Нервы его сдали. И сейчас он принимает валидол. Возможно к вечеру скорая помощь его увезет. И мы распрощаемся с ним. Это естественно. Когда провокация скрывается. Два года они молчали. То есть они быстро сделали. Редакцию закрыли. Газету закрыли. И Шимаев преступник. Который сидел 20 лет при коммунистах за убийство человека. Вот позор. Главный редактор газеты. И доверенное лицо президента на выборах. То есть президент выиграл выборы. И всех всю гадость стали убирать они. Почищаться. Но мы и вправе спросить. Кого обманули. Народ перед выборами. Или нас. Поскольку чиновники не хотят выполнять ту программу. Которую наметил президент.